Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим еще об одной такой запутывающей теме, как сила-слабость мышц. И длина... сила-слабость и длина мышц. Вот чем отличаются эти понятия? И вот в этой области возникает очень много заблуждений, ошибок и запутанности. Особенно это касается кинезиологов, потому что именно кинезиологи всегда ищут слабую мышцу. Но это связано с неправильной теоретической основой, потому что в их представлении осанка поддерживается мышечными усилиями. В моем понимании осанка поддерживается без мышечных усилий, а с помощью мышц, но без мышечных усилий, с помощью силы упругости мышц. Это нечто другое. Есть сила сокращения мышц, а есть сила упругости мышц. Это разные совершенно вещи. Одно происходит за счет сжигания топлива, а второе за счет длины мышцы. И поэтому, когда я делаю разбор каких-то осанок, и я читаю комментарии, и я вижу, что люди пишут, вот эта мышца слабая, это сильная, ля-ля-ля. И мне уже неинтересно объяснять, что это этому человеку, потому что я ему ничего объяснить не могу в силу непонимания вот этих терминов. Потому что, ну это как вот в языке, например, в русском языке сарай, это подсобное помещение грязное, а в тюркских языках сарай это дворец. И когда узбек скажет сарай, он будет подразумевать дворец. А русский скажет сарай, это там, где лежит мусор и склад такой грязный на улице, сарай, что-то такое. Вот, поэтому, как бы нету понимания, да, так и здесь. И я хочу внести вот эту ясность, и мне хочется сказать, особенно кинезиологам, что вот эта ошибка проверять мышцы на слабость. Потому что короткая мышца может быть одновременно слабой, а длинная мышца может быть сильной. И наоборот, короткая мышца может быть как сильной, так и слабой. И слабая мышца может быть как короткой, так и длинной. И это не зависит от слабости. Поэтому, а осанка поддерживается длиной мышцы, а не силой и слабостью мышцы. Поэтому не надо путать. И когда я вот разбираю осанки, я всегда ищу короткую мышцу. Потому что первопричины начинаются с укорочения мышц. Конечно, взаимосвязь существует, потому что напряженная мышца постепенно становится укороченной, чтобы снять напряжение. И также, если, например, зажат сильно нервный корешок, то мышца станет настолько слабой, что изменится ее длина. Потому что длина мышцы также определяется нервной системой. И если нерв выключен, то мышца выключается из работы, ее длина также меняется. Но это крайняя степень зажатости мышцы. Когда отнимаются ноги или когда при седалищном нерве бывает такое, что люди ногу подволакивают, потому что мышца выключена из работы. Но не надо путать, потому что вот это настоящее выключение мышцы происходит только, когда очень сильно пережат нерв. Он поврежден, пережат. В остальных случаях нельзя говорить, что мышца выключена. Даже если она развита слабее или антагонист сильнее, чем антагонист, все равно нельзя сказать, что мышца выключена из работы. Это неправильно. Это неправильно. И самое главное, что вот такая оценка, она ни к чему не ведет. Вот по этой логике, поиска слабой сильной мышцы, нет результата. Результат, вы понимаете осанку только тогда, когда оцениваете длину мышцы. Давайте я это нарисую. Ну, допустим, вот у нас есть таз, да, и его идеальное положение. И есть два антагониста, которые поддерживают вот этот вот баланс таза. Конечно, они не единственные. Здесь еще есть мышцы, куча мышц. Ну, рассмотрим на примере двух. Предположим, что прямая мышца бедра укоротилась. Очень частое явление. Что произойдет? Нарушится баланс длины. Баланс длины. При этом у вас задняя поверхность может быть очень сильной и накаченной. Но при этом, если передняя укоротилась, а она может быть вполне слабой, она может быть слабее, чем задняя поверхность, у вас все равно поменяется положение таза. У вас произойдет вот такой вот наклон таза. И таз встанет в такое положение. При этом прямая мышца может быть слабее, чем задняя поверхность. Но она будет короче, чем задняя поверхность. Вот это такая вещь, которая вызывает заблуждение. Поэтому при оценке осанки надо смотреть длину мышцы. Короткая или длинная. При этом не оценивая, сильная она или слабая. Оценку вот этой слабости можно проводить только для того, чтобы понять, зажат корешок или нет. Если мышца совсем слабая, то по ней можно судить о том, какой сегмент позвоночный пострадал, где там грыжа, в каком сегменте, которая вызвала слабость этой мышцы. Но при оценке осанки это совершенно не помогает. И мне так вот совершенно это не нужно. Не надо оценивать силу слабых мышц, чтобы найти первую причину. Но когда люди не понимают вот этих вещей, не понимают осанку, они пытаются мерить силу слабость мышц, чем больше себя запутывают еще. И в результате я вот, наблюдая за кинезиологами, вижу, что они не могут найти первую причину. И не могут логически ее объяснить. Все время находят какие-то новые и новые объяснения, валят все в одну кучу. И это все связано с тем, что нету объяснения. Вот есть такой анекдот, что ли, больной приходит в поликлинику и говорит, сколько у вас существует лекарств от такой-то болезни? А ну ему отвечают, да у нас тысяча лекарств. А, ну значит у вас нет ни одного. Потому что если бы у вас хотя бы одно из них работало, то все остальные были бы не нужны. Вот так же и кинезиология. Все время пытаются что-то еще привязать, потому что не работает. Потому что иногда угадывают, иногда нет. Это связано вот как раз с такой запутанностью, связанной с тем, что путают короткую мышцу и сильную, слабую и длинную. Это совершенно разные понятия. Повторю еще раз, что короткая мышца может быть как сильной, так и слабой. А длинная мышца может быть одновременно и сильной, и слабой тоже. Поэтому не надо вот это путать, и все будет хорошо. Всем удачи!